Всем привет, с вами Павел. Сегодня я буду проводить обзор на Лего Капаку. На, точнее, Супер Капаку. Если у вас есть маленький Страж Льда или вообще любой стихии, и есть повелитель этой стихии, то вы, наверное, все знаете, что можно соединить и получить огромного большого. Вот, как вы видите, останки Стража Льда. У него уже почти ничего нету. Вот деталь от этого я там оставил. Сейчас не хочу нести вот тут. Это ужас. Это вот, это все, что от него осталось. Ну, кстати, деталей много от него осталось довольно, что... Ну, начнем к самому обзору. Начнем. Ну, и у него никак не изменились. У него всего лишь поменялось оружие. Начнем. Тут есть вот такой вот вот такой вот рычажок. Мы начинаем крутить. И это пила или щит. Это как вам угодно. Начинает вот крутиться, получается. Вообще, эта пила очень классная. Мне кажется, это одна из самых редких деталей, потому что и то мне не нравится, что она такого вот цвета, потому что я бы хотел себе такого железного цвета. Но все равно очень рад. Можно все равно ловушки всякие делать, клевые. Так. Дальше. у него теперь появился пулемет. Этот пулемет совершенно никак не изменился. он просто перешел к другому владельцу. Я сейчас не буду это вынимать, но у него же такой же был пулемет. Такой же. Просто он перешел как говорится к другому владельцу. Ну, и клип его обратно. И для тех, кто не знает, и, кстати, я вам советовал бы перед тем, как это видео смотреть, посмотреть мой обзор на Лего Капаку, потому что сейчас пойдут уже факты, которые они уже были и в том Капаке, поэтому кто видел и знает все про него, то можете и не смотреть, потому что дальше будет уже как бы повтор идти. Этот пулеметик у него вот сейчас это уже идет момент, когда повтор, потому что вот это сейчас повтор Стража Льда, а потом еще будет повтор этого, поэтому можете, если знаете, все выключать. Этот пулеметик работает как? У него тоже есть такой рычажок, только изначально он двигаться почти не может. Но если минимальное усилие приложить, то тогда вот получится это. Вот. Что произошло? Как оно работает? Работает оно так. Я даже сниму деталь, чтобы было больше, лучше видно. вот этот нож вот такой. Из-за вот этой желтой детали. Но спросите, как? Вот. Тут есть вот такая палочка. Она там задевает пимбочку и из-за этой пимбочки она вылетает. Вот. А потом ты вот так прокручиваешь и все, оно вылетает. Вот. Перейдем сюда. все, кто смотрел это видео, знают, что тут есть вот такой вот вентиль. его начать крутить, то получится следующее. Это для чего? Раньше, когда у него была обычная палка, не такая крутая, понтовая, как сейчас. Я вообще на картинке было показано, когда нужно было вот так процедировать и как будто он едет на лыжах. Вот. Это примерно так выглядело. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Так же. Ну, это мы посмотрим голову. Голова точно так. Вот у него рычажок тут есть. Если нажать, голова снимается. Это вот всегда, чтобы не снимать ее, хотя я не поняла вообще смысла пункта, потому что и так у них маски очень плохо держится на самом деле. И легче снять, чем это держится. Он все равно удобно, довольно, но как бы иногда легче просто снять, потому что так же эта деталь, если вынять вот эту красную деталь полностью и вот эту синюю, то ничего на самом деле не случится. Она будет точно так держаться. Это просто они две для того, чтобы она вылетала. И ничего большего говорю сразу. она все равно будет крепиться. Вот просто все равно. Вот. На этом наше видео приходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok